Представьте себе, что кроме чисел А и Б, у нас есть еще число К. К – это натуральное число. Ну, там, один, два, три. Словие будет не то, что в каждый момент времени, мы когда идем, количество плюсиков должно быть больше, чем количество минусиков, правильно. Нет. А должно быть больше, чем в К раз. То есть обычная теорема о баллотировке – это больше, чем в сколько? Больше, чем в один раз. Это когда К равно единице. А давайте возьмем К, 2, 3, какое-нибудь натуральное число. Единственное, о чем придется побеспокоиться, что А должно быть больше или равно, чем К. Потому что иначе просто это будет невозможно. Ну, более как, если А равно К, то вероятность будет равно нулю, а если А больше, чем К, то, соответственно, вероятность должна быть больше нуля. Посмотрите, пожалуйста, что мы хотим. Мы хотим то же самое, да, плюсики, минусики двигаться, чтобы у нас в каждый момент движения количество уже пройденных плюсиков было бы больше, чем в К раз больше. Ребята, а вы понимаете, что это очень легко? Что у нас опять тот же самый эффект. Когда вы берете какой-нибудь минусик, то он сколько на этот раз после себя плюсов уничтожит? К. К? Совершенно верно. И значит, обобщенная формула будет потрясающе, похоже на эту. Вычтется из числа А не Б, а КБ. Вот она вероятность. Если требуется, чтобы каждый раз было более чем в К раз, то ответ в 60 путей. И количество всех путей, это вот будет такая штука. А минус КБ делить на А плюс Б, умноженное сочетание с А плюс Б, ОА. Отлично. Вот доказательство при помощи вот этого циклического сдвига. А теперь доказательство Андрея. Простите, пожалуйста, внимание, оно замечательное тем, что специалисты теории вероятности с 1887 года помнили, что оно красивое. Но, собственно, его никто не читал. Все знают, что теория верна. Доказывали всякие вообще очень интересные содержательные. Не думайте, это наука. Была, очень сильно развивалась. Так называемое, в ромовское движение изучали. И так далее, и так далее, и так далее. Но, в общем, мы не замечали, что Андрея решил задачу совсем не так, как я вам сейчас рассказывал, и совсем не таким способом. совсем другой объекцией. Мне, наверное, сейчас стоит написать какую-нибудь реальную путь. Вот представьте себе, что у меня есть такая штука. А, можно я прямо вот эту возьму? Это плюсик, плюсик. Согласны? Минусик, минусик. Дальше что? Плюс, 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 минус. Господа, обратите, пожалуйста, внимание. Это плохой путь. Согласны? Почему он плохой? Потому что вот в этот момент количество плюсов сравнялось с количеством минусов. Так? Так. Отлично. Так, считаем, что у нас никаких других доказательств пока не было, поэтому мы, что называется, с нуля рассказываем. Итак, господа, сколько всего путьей? Все помнят? Вот столько. Замечательно. Это будет знаменательным. Теперь. Какие пути у нас плохие? Понятно, какие это плохие. Пути, которые начинаются на минус, они точно все плохие. Давайте я это так вот условно напишу. Пути, которые начинаются на знак минус, и после этого сколько чего? А плюсиков, правильно? И Б минус один, чего? Минусиков. Минусиков, да? А голосов за, и Б минус один, вот они все плохие. Теперь еще есть плохие пути, которые начинаются на плюс, но в какой-то момент, что там происходит? Число минусов становится равно. в точность равно, да? Вот они вот сюда вот пришли. Отлично. Так вот, Андрея догадался сделать следующее. Во-первых, вот этот минус просто уничтожает. Во-вторых, вот этот кусок, он отправляет вот сюда. И получает такую последовательность. Плюс, 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 минус, плюс, плюс, минус. То, что я сейчас рассказал, называется объекция Андрея. В чем она стоит? Еще раз хочу сказать. Всех путей, которые вышли из начала координат и пришли в эту точку, их вот сколько? Число сочетаний, запах, только попут. Среди них есть плохие. Плохие двух типов. Те, которые начинаются на минус и после этого идет в производном порядке а плюсиков и б минус один минус. Сколько таких путей? Очевидно, сколько. Число сочетаний из а плюс б минус один по б минус один. Или по а, не важно. Хорошо. И вот еще есть пути, которые начались на плюс, но в какой-то момент количество плюсов сравнялось с количеством минусов. И вот дальше идея Андрея. Один минус вот этот уничтожает, а это ставим в самый конец. Получает такую позицию. Ребята, сколько в ней плюсов? По-прежнему А. Сколько в ней минусов? По-прежнему. Б минус один, потому что один минус, но уничтожит. Правильно? Значит, количество плохих путей это два умножить на вот это. Ну и значит, чему равна вероятность? Вероятность это все пути, количество всех путей, минус вот это вот, А плюс Б минус один по Б минус один и разделить на количество всех путей. Вот. Давайте поймем, кстати, почему это, собственно, наш ответ. Вот это вот делить на это, это, значит, единица. Осталось поделить вот это число сочетание на это. Поехали. А плюс Б минус один факториал, надо делить на Б минус один факториал, А факториал, и все это надо разделить на А плюс Б факториал, деленное на А факториал Б факториал, да? Ну, смотрите, А факториал сокращается, вот это вот А плюс Б минус один факториал это сокращается, это нам А плюс Б в знаменателе, Б факториал поднимается вверх, делится на Б минус один факториал, получается Б А плюс Б. Значит, получается, что вот это выражение, это то же самое, что единица минус 2Б А плюс Б. Но вы помните, что это и есть наш ответ. Теперь вопрос. А почему это объекция? То есть, в конце концов, вы имеете любую последовательность из плюсов и минусов. Если начинается на плюс и в какой-то момент сравнялось, то, конечно, замечательно. Но как наоборот? А на самом деле, наоборот, легко. Господа, каким образом получить вот этот вот хвостик из любой последовательности плюсов и минусов? Очень просто. Надо двигаться с конца и искать первый момент, когда плюсов станет больше, чем минусов. Вот этот вот хвостик, который сюда перепрыгнул, определяется следующим образом. Идем с конца, как только плюсов набралось больше, строго больше, чем минусов, ну, например, в конце последний минус, все, он уже больше. То эту штуку надо отправить в начало, вписать сюда минус, и, значит, баланс будет, и все будет хорошо. Я не знаю, как это понятие объясняется. Герц и Андреев считаю, что я ее объясню. Между прочим, если вы секунду подумаете, то вы обнаружите, что для обобщенной задачи, то есть, когда у нас k есть, да, когда ответ a минус k, b делить на a плюс b вероятность, ефт и Андреев тоже работают. Единственный вопрос, каким образом, что называется, красиво рисовать вот эти вот пути для обобщенной задачи. Смотрите, господа, идея такая, вот давайте здесь напишем минус k. Нас интересуют пути, которые либо сдвигаются вправо на единичку и поднимаются вверх на единичку, либо пути, которые, нет, не пути, а шаг в этом пути, это сдвиг на единицу, и при этом, знаешь, право на единицу сдвинулись и на k сдвинулись по вертикали. Это интересно, понимаете ли вы, что это то же самое? И этим путям по-прежнему запрещено оказываться на оси абсцисс или ниже. Пусть нас интересуют такие пути из этих самых, но голос за это будет плюсик, голос против это будет минусик, что какой начальный кусок вы не возьмете, голосов за должно быть больше, чем k раз умножить на голосов против. Представили? Замечательно. А теперь смотрите, как это геометрически нарисовать? Это очень просто. Вы каждый голос за рисуете, как тот вектор с координатами 1-1, но при этом, когда вы двигаетесь против, голос у вас один против, только он умножается на k. И поэтому, чтобы говорить о том, что мы над осью абсцисс, абсолютно разумно здесь писать по вертикали и писать минус k, а по вертикали по-прежнему единицу. Стало понятнее? Значит, когда у вас есть любое голосование, значит, там есть a голосов за, b против, то вот такое вот условие выполняется в нем тогда и только тогда, когда путь, сложенный из вот таких вот векторов и таких, не спускается на аусь абсцисс или ниже. Все понятно. Вопрос, а как в этой ситуации работает метод Андрея? Работа. Смотрите. На самом деле все по-прежнему. Так же, как было. Вот у нас есть какой-то путь. Давайте заново нарисую. Вот у нас есть какой-то путь. Он вышел из начала координат. Он должен прийти в точку. Он придет в точку, естественно, понятно в какую. Точка с координатами a плюс b, a минус k, b. Давайте для определенности k плюс равно, например, 3. Тогда это выглядит так. Поднялись, 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 поднялись и на тройку спустились. Понятно, да? Потом еще, я не знаю, там поднялись. А что значит плохой путь? Это значит, что вот такой путь хотя бы одну точку имеет на оси абсцисса, кроме начала координат. Замечательно. Так вот, каким способом может быть путь плохой? А вот таким. Во-первых, с самого начала он может быть плохой. Потому что он берет с самого начала и идет вниз на k1. Давайте такие пути называть пути нулевого типа. Замечательно. А еще, а еще есть варианты. Вот смотрите, вот у меня здесь на 4 единицы поднялся, на 3 единицы спустился, на единицу поднялся и дальше он на сколько спустился? А? 3. И дальше он спустился на 3. Так, ну давайте такие рисочки ставить. И по высоте не ошибаюсь? Ребята, совершенно понятно, что вот этот путь плохой. Правильно? Замечательно. Давайте его называть B2. Вот если эта точка плохой, то это 0. Эта точка плохая, если эта точка напоролся, то это будет B1. Вот это будет ситуация. B это слов B плохой. Это B2. А если эта точка, то что? B3. Так значит, у нас плохие пути, они бывают вот таких типов. K плюс 1 вариант плохих типов. Понимаешь? А теперь рассказываю, что можно сделать. Ровно так же, как в предыдущей задаче. Вот у нас есть какой-то плохой путь. Мы можем взять, вырезать место, которое плохое, и все, что было до него, поставить назад. Векция та же самая. В смысле, понятно? Плохой вектор, вот в этом случае, мы просто его убираем и больше ничего не делаем. В этом случае, у нас есть какой-то путь дальше, мы начинаем с этого пути, а потом ставим этот. И у нас получается опять простое тоже самое вычисление. А именно, количество плохих путей. Причем, что забавно, этих, этих, их всех поров, поэтому количество плохих путей, это K плюс 1 умножить на число сочетаний. Так, буква B стала на низу меньше. Из A плюс B минус 1 по B минус 1. Вот столько плохих путей. А всех путей было число сочетаний из A плюс B по B. И опять нужно вычесть, и опять нужно разделить на число сочетаний из A плюс B по B. Вообще-то, это вычисление мы уже делали, и мы помним, что это единица минус K. Вот эта вот дробь, это было B, A плюс B так. Значит, K плюс 1 умножить на B разделить на A плюс B. Ну, это и есть тот самый ответ. A минус K, B разделить на A плюс B. Значит, вот еще одним способом мы доказали теорему облотероги. Поехалило в соке. Итак, все остальные, в конце всего, до 37 км ж litigation, в срок, что происходит для enhancesания costs. Но, конечно же, да.